всем здравствуйте пожалуйста напишите хорошо ли меня слышно здравствуйте отлично итак сегодня мы с вами поговорим о лилейниках подробно познакомимся с их классификацией расскажу вам о том что представляет из себя посадочный материал лилейника поскольку множество вопросов всегда поступают именно на эту тему расскажу о том как правильно сохранить корневища до посадки если они куплены ранней весной и как правильно посадить лилейники ухаживать за ними когда необходимо приступать к делению кустов и как правильно это сделать поговорим о других способах размножения лилейника о болезнях вредителях и конечно об использовании их в ландшафтном дизайне и вариантах сочетания с другими растениями лилейник это корневищный многолетник думаю известный всем садоводам родиной растения является восточная азия в дикой природе лилейник встречается во всех областях евразии а также они произрастают в северной америке латинское название лилейника химерокалис состоит из двух слов химера день и калос красота в нашей стране в простонародье лилейник называют красноднев то есть цветок красивый один день и действительно один цветок лилейника живет всего одни сутки но распускаются они один за другим постоянно меняют сменяют друг друга и таким образом общая продолжительность цветения составляет уже около месяца это травянистый многолетник с двумя с двурядными широко линейными листьями и крепкими цветоносами высотой от 30 до 120 сантиметров цветки лилейника воронковидные корневая система поверхностная довольно компактные лилейники просто поражают нас своим разнообразием благодаря стараниям американских и австралийских селекционеров миру известно более 30 тысяч сортов лилейника еще в 1946 году было организовано американское общество лилейников который является официальным органом регистрации новых сортов и им же в свое время была разработана классификация лилейников которая позволяет нам оценить все многообразие декоративных возможностей этого растения например по генетической плоидности то есть по количеству хромосом в ядре все лилейники подразделяются на диплоидные и тетроплоидные тетроплоидные лилейники вместо стандартных 22 содержат 44 хромосомы эти растения были получены искусственным путем благодаря мутации тетроплоидные лилейники более значимы для для селекционеров так как дают большие возможности для получения новых сортов в процессе их работы за счет как раз таки большего количества хромосом увеличивается число комбинаций и если говорить научным языком племенной потенциал растения как правило тетроплоидные лилейники имеют больший размер цветка окраска их более интенсивная и сами по себе листья и цветки тяжелее однако большинство лилейников известных нам диплоиды в том числе махровые сорта лилейники спайдеры их цветки более нежные изысканные и чистый розовый цвет был получен как раз среди диплоидов эта характеристика отношения к диплоидам или тетроплоидам важна не для нас с вами как раз для селекционеров их профессиональной деятельности и если вы не планируете заниматься гибридизацией плойность лилейника не должна для вас быть определяющим фактором при выборе конкретного сорта а вот на сроке цветения обратить внимание стоит поскольку грамотно подбирая сорта можно добиться непрерывного цветения лилейника в течение всего лета все лилейники по этому признаку подразделяются на целых шесть групп но мы не будем усложнять и выделим три основные из них это ранние цветущие с мая по июнь средние они цветут в июле начале августа и поздние лилейники которые зацветают которые зацветают в середине в конце августа также существует группа повторно цветущих или ремонтантных лилейников они после основного цветения проходят короткий период покоя и зацветают снова современные гибриды лилейника большинстве своем цветут повторно но только при условии продолжительного теплого лета мы уже выяснили что цветут лилейники всего один день в зависимости от того на какое время приходится цветение выделяются рта дневные которые зацветают утром и увядают к вечеру ночные которые зацветают к вечеру цветут всю ночь и увядают к утру и расширенный тип которые цветут независимо от времени суток не менее 16 часов большинство сортов на нашем сайте относится как раз к этому типу ежедневно растения формируют новые и новые цветки и так может продолжаться до полутора месяцев взрослый куст лилейника может образовывать до 40 цветоносов за сезон на каждом из которых формируется 10 20 и более цветков по высоте лилейники бывают высокими до полутора метров высотой такие растения конечно прекрасно подойдут для роли солитера на газоне для заднего плана цветника среднерослые лилейники высота их 60 90 сантиметров они могут успешно использоваться в средней части цветников и миниатюрные лилейники 30 60 сантиметров высотой подходит для создания бордюров подбивки кустарников выращивания в контейнерах очень милые симпатичные цветки лилейника очень отличаются между собой по размеру и форме они могут быть миниатюрными диаметром до семи с половиной сантиметров мелко цветковыми 7 с половиной 11 с половиной сантиметров и крупно цветковыми более 11 с половиной сантиметров по форме они могут быть простыми гофрированными махровыми то есть состоящими из более чем шести лепестков и отдельную группу составляют лилейники спайдеры с длинными узкими лепестками соотношение длины к ширине, которых составляет 5 к 1 или 8 к 1. Кроме того, лилейники бывают ароматными и не имеющими запаха. Сорта, обладающие сильным ароматом, в некоторых каталогах обозначаются как Very Fragrant. При описании сортов лилейников вы можете столкнуться с незнакомыми для вас терминами, такими как горло. Это самая глубокая центральная часть цветка, откуда растут тычинки. Оно может быть желтым, зеленым, желто-зеленым. Второе понятие это глаз. Это контрастная зона выше горла и она охватывает все лепестки. Гала. Это слабо различимый ободок у горла. Водяной знак. Это зона вокруг горла того же цвета, что и лепестки, но намного светлее. Кайма. Это внешняя граница лепестков. Цветовая гамма лилейников очень многообразна. Большинство диких лилейников окрашены в различные оттенки желтого, оранжевого, красного, розоватых тонов. Но опять же, благодаря усилиям селекционеров в настоящее время цветовая палитра сортовых лилейников не может похвастаться лишь синим и чисто белым цветом. Желтые и золотистые лилейники это самая многочисленная группа. Желтый цвет у лилейников может быть очень выразительным. Цветки могут выглядеть так, как будто они подсвечены, а также могут иметь практически металлический блеск. Желтоцветковые сорта очень хорошо сочетаются между собой и с другими расцветками, особенно если зев цветка окрашен в желтый цвет. Красный цвет также представлен самыми разнообразными оттенками. Томатный, красно-розовый, малиновый, клюквенный, темно-бордовый. Оранжевые лилейники чаще всего это не чистые цвета, а цвета с примесью, например, розового или желтого. Многочисленная и очень популярная группа это розовые лилейники, особенно среди диплоидов. Сорта с сиреневыми и лавадовыми цветками всегда очень привлекательны в наших садах. Дынные, абрикосово-дынные с нежными кремовыми цветками различной насыщенности. Также интересны цветки с коричневым оттенком и в отдельную группу выделяют очень темные, почти черные сорта. Чаще всего это темно-красные и пурпурные цвета. Пурпурные или фиолетовые лилейники очень насыщенные. Чисто белых лилейников не существует, но есть сорта максимально приближенные к нему, например, цвета слоновой кости. Окраска может быть однотонной, двухтонной. Иногда наружные лепестки имеют более насыщенный цвет, чем внутренние. Окраска может быть двуцветной, когда внутренние и наружные лепестки имеют разную цветовую гамму. Или многоцветная. Окраска таких сортов включает не менее трех цветов, а также контрастные, ярко окрашенные по центру цветка и лепестков. Сейчас я предлагаю вам познакомиться с некоторыми интересными сортами лилейника. Например, любимец многих, сорт бананза. Цветет он очень обильно. Цветки его крупные, плотные. Срок цветения поздний. Сам по себе куст декоративен на протяжении всего сезона. Сорт Кастед Кеннеди. Он формирует очень крепкие кусты высотой до 60 сантиметров с большим количеством одновременно открытых цветков. Он обладает слабым ароматом, цветет со второй половины июня и до середины августа. Почти белый сорт Артик Сноу. Цветет обильно с июня до конца августа. Куст очень прочный, хорошо держит форму. Высота его 50-60 сантиметров. Сорт Кулыд. Цветки его крупные, 15 сантиметров в диаметре, молочного цвета, с интересным блеском. Горло желто-зеленое. Высота куста 75 сантиметров. Сорт Black Eyed Susan. Обильно цветущий сорт, совершенно не требовательный к освещению. Сорт Raspberry Candy. Кремовый, с малиновым глазом и зеленоватым горлом. Лепестки его слегка гофрированы. Кирпично-шоколадный сорт Chocolate Kennedy. Окраска лепестков сгущается к центру и образует почти черный глазок. Цветки бархатистые. Сорт замечательный, не боится заморозков и совершенно не требователен к климату и почвам. Еще один очень нежный сорт Эд Браун. Он обладает палево-розовой окраской с широкой каймой и желто-зеленым горлом. Очень эффектный, яркий, насыщенно-красный. Лилейник конзак. Цветки его крупные до 18 сантиметров в диаметре. Сорт неприхотлив, цветет обильно и продолжительно. Сорт Berrylicious. Он винно-красный с фиолетовым горлом. Цветет в июне-июле и позже зацветает повторно. Лилейник Jason Salter. Его желтые цветки имеют пурпурный глаз по центру. Цветет он очень обильно, начиная с середины июля. Высота всего 45 сантиметров, а цветки диаметром 7-8 сантиметров. Очень яркий, насыщенный, миниатюрный лилейник Little Grappit. Цветки его пурпурные, с темным глазком и желтовато-зеленоватым горлом. Очень красивое сочетание. Лилейник Woodo Dancer. Это махровый сорт, пурпурно-черный, с зеленым горлом. Зацветает он в середине августа. Сорт Paprika Flame. Махровый, красно-оранжевый, повторно цветущий. Сорт Susan Pitchard Petite. Он обладает очень красивым розовым цветом с желтой каймой и желтоватым горлом. Высота его 50 сантиметров. Диаметр цветка 15 сантиметров. Цветет он в середине августа. Сорт Yellow Submarine. Лимонный, махровый сорт. Цветет он в июле-августе. Среди спайдеров отмечу сорт Black Arrowhead. Цветки его крупные, диаметром до 19 сантиметров. Цвета Burgundy с желто-зеленым горлом и звездой по центру. И сорт Freeveline. Кремово-желтые цветки с красно-бордовой звездой и зеленоватым горлом. Сорт Applique пурпурного цвета, зеленовато-желтым центром. Цветки от 22 до 27 сантиметров в диаметре. С полным разнообразием сортов лилейника вы, конечно, всегда можете ознакомиться на нашем сайте garchenko.ru. Сейчас вовсю стартует прием заказов на весну 2020 года. На сайте представлено более 150 сортов лилейника. Уверена, вы обязательно найдете вариант по душе. Ну и, конечно, заинтересованным садоводам мы советуем не затягивать с заказами, потому что самые интересные сорта разбираются уже в начале продаж. Что касается посадочного материала. Лилейники мы реализуем в виде корневищ, которые упакованы в перфорированные пакеты с торфом. Храним растения в специальных холодильных камерах с оптимальными температурными и влажностными условиями, при которых они находятся в состоянии покоя, то есть спят. Отгружать корневища мы начинаем уже с конца февраля. Сначала, конечно, отправляем растения в южные регионы, затем в центральные и северные. И всегда ориентируемся на климатические условия региона. Несколько рекомендаций на тему того, что делать с растениями после получения. Получив растение, необходимо достать его из пакета, внимательно осмотреть. Если вы обнаружили поврежденные или подгнившие части, не пугайтесь, просто срежьте их острым ножом и обработайте обыкновенной зеленкой. И перед самой посадкой будет полезно поместить корневищ и раствор фунгицида, например, фитоспорина. Очень частый вопрос, о каких бы мы растениях ни говорили, не только о лилийнике. Как сохранить саженцы до посадки, если они приобретены заранее, а сажать их в открытый грунт еще рано, вплоть до того, что в саду может еще лежать снег. Все корневищные многолетники можно передержать до посадки в холодильнике. Если растение уже тронулось в рост, а до посадки еще долго, мы рекомендуем посадить корневище в горшок соответствующего объема, наполненный любым плодородным грунтом, с хорошим дренажом, и поставить в прохладное освещенное место, содержать в таких условиях до посадки. Субстрат умеренно увлажняем, не заливаем. И теперь обсудим технологию непосредственно выращивания лилийника, начнем с места для посадки. В естественных условиях лилийник произрастает в полутени кустарников на опушках лесов, но в нашем климате, в таких условиях, растению будет недостаточно света для полноценного развития, поэтому сажаем лилийники на хорошо освещенных участках, либо выбираем соответствующие сорта, которые предпочитают притенение. Качество почвы лилийники нетребовательны, но мы с вами знаем, что для качественного цветения растения необходимо обеспечить всем необходимым питанием, а лилийники предпочитают богатые, суглинистые, хорошо дренированные грунты. Почва может быть нейтральной или слабокислой. Сажать лилийники можно с весны до самой осени. Почву следует глубоко перекопать, под перекопку внести все необходимые компоненты, то есть в песчаную почву добавить перегной, глинистую песок и перегной, и при желании можно использовать суперфосфат или любое фосфорно-калийное удобрение. Лилийники не любят застоя воды, в таком случае растениям, конечно, будет необходим дренаж или хотя бы посадка на приподнятых цветниках. Ямка для посадки лилийника должна быть чуть больше самого корневища. Укладываем корневища в лунку, расправляем корешки, засыпаем землей, уплотняем, поливаем. При необходимости досыпаем осевшую землю. Важно, чтобы корневая шейка была заглублена не более чем на 2-3 см. В противном случае растение будет медленно развиваться, затянется цветение, оно может быть не таким декоративным, либо при совсем глубокой посадке может не наступить вовсе. Ширину кусты лилийника могут разрастаться до 70 см в зависимости от сорта. Исходя из этого, определяем расстояние между растениями. Лилийник – растение незаменимое для ленивого садовода. Оно практически не требует к себе внимания. Полив ему необходим только в засуху. Поливаем в вечернее время под корень и очень обильно, чтобы тщательно промочить почву. Важное значение имеет мульчирование почвы, и оно не только помогает нам сохранить влагу, препятствует появлению сорняков, но еще и предотвращает уплотнение грунта в зоне корневой шейки. Для этого растение рекомендуется замульчировать перегноем, крупнозернистым песком, пространство между кустами, засыпать древесной корой, например, либо опять же перегноем. Подкормка лилийнику не помешает в ранний весенний период, когда начинает отрастать зеленая масса, и, конечно, растению необходимы дополнительные ресурсы для быстрого развития. Для этого можно использовать комплексные минеральные удобрения. Гранулы мы рассыпаем по поверхности почвы, слегка заделываем граблями и обильно поливаем. Второй раз подкармливаем сразу после основного цветения, и это обеспечит нам закладку цветочных почек на будущий сезон. Для этого можно использовать фосфорно-калийные удобрения, или, например, специализированное осеннее удобрение Кемира, или удобрение от Буйского химического завода. А вообще в вопросах подкормки лилийники лучше не докормить, чем перекормить. После цветения надземную массу лилийника необходимо срезать, но не очень низко, на высоте 15-20 см. Укрытия на зиму растениям не требуются, они очень зимостойкие, но все-таки в первый год молодые посадки рекомендуется замульчировать. В морозные зимы при отсутствии снега растения могут подмерзать, и в таком случае лучше перестраховаться. И весной нужно своевременно снять укрытие, так как просыпаются лилийники довольно рано. На одном месте лилийники могут расти до 15 лет, но с возрастом ухудшается качество цветения, и как только вы заметили, что количество цветков на кусте уменьшилось, сами они стали мельчать, значит куст пора делить и рассаживать. Лучше всего делать это в пасмурную погоду. Кустики необходимо выкопать, корни промыть водой и разделить по отдельным веерам. Перед посадкой на новое место корни желательно укоротить, при этом удаляя больные, поврежденные, если такие имеются. Листья обрезать до 15-20 см. Сорта с рыхлыми кустами можно поделить, не выкапывая, острой лопатой отделив розетку от материнского растения. Подрезать снизу, промыть, срезы обработать, размножить лилейник можно также и с семенами, но будьте готовы к тому, что результат может вас огорчить, вы можете получить растение совершенно не похожее на материнское, поскольку при семенном размножении сортовые признаки теряются. Процесс этот несложный, к проращиванию семян мы приступаем не раньше марта, когда установится оптимальная достаточно длина светового дня. При возможности досвечивания можно начать проращивание уже в октябре. Семена мы замачиваем в емкости с водой, накрываем пленкой и ставим в темное место. И уже через несколько дней, максимум 2 недели, они проклюнутся. Ежедневно необходимо проверять емкость с семенами и при появлении первых корешков слить в воду, на дно емкости насыпать мелкие камушки, налить воды столько, чтобы корни касались, столько касались ее, а само семечко было не утоплено, и поставить на светлый подоконник, постоянно отслеживая уровень воды. После появления листочков растения пересаживаем в емкости садовой землей, а сеянцы, достигшие высоты 15-20 см, можно уже высаживать в открытый грунт, но только когда установится окончательно теплая погода и минует угроза заморозков. Есть еще один эффективный способ размножения лилейника, называется он пролиферация. Небольшие розетки листьев образуются на цветочных побегах, и не все лилейники дают пролиферацию, но если воздушные отводки образовались, необходимо поступить следующим образом. Дожидаемся, пока не отсохнет верхняя часть цветоносного побега до пролиферации, обрезаем цветонос сверху и снизу, листья укорачиваем на треть, розетку ставим в воду так, чтобы воды касалась только самая нижняя коричневая часть, и когда корешки достигнут длины 4-5 см, сажаем растения в горшочки с субстратом. Будущее весной высаживаем их в открытый грунт, и в итоге получаем экземпляры, полностью идентичные материнскому растению. Лилейники редко поражаются болезнями и вредителями, но иногда это все же происходит, особенно если условия произрастания и уход за ними не соответствуют требованию. Например, это могут быть снежная плесень, грибковое заболевание, проявляется оно весной, на перезимовавших листьях появляется сероватый налет. Гриб сохраняется в почве, обитает на растительных остатках, и в запущенной ситуации может привести к корневым гнилям, которые более губительны для растения. Для борьбы и предупреждения болезни необходимо своевременно удалять растительные остатки, а весной опрыскивать растениями, содержащими препаратами, типа ХОМ, Абигопик, Бордовская смесь. Фузариоз или корневая гниль – это тоже грибковая болезнь, поражает корневую систему, она буреет, загнивает, увядают листья, буреют и засыхают. Меры борьбы будут те же. И бактериальная гниль проявляется она следующим образом. Внезапно нижние листья желтеют, буреют, размягчаются, появляется неприятный запах гнили. В таком случае необходимо своевременно также избавляться от растительных остатков, опрыскивать, опять же, растениями, содержащими препаратами, а пораженное корневище зачищать до здоровой ткани и прижигать прям черным раствором органцовки. Извредители лилейнику может угрожать лилейный комарик, он откладывает личинки в бутоны, те, подрастая, питаются тканями цветка и деформируют его. Обычно явления это не массовые, поэтому достаточно просто удалить поврежденные бутоны. Наиболее опасны для растения трипсы. Они высасывают сок из стеблей, листьев, лепестков, деформируются цветки еще в фазе бутона. Поврежденные растения лучше сразу уничтожить, выкопать и сжечь. А для профилактики весной и осенью почву вокруг кустов проливайте с темными интиктицидами. И не забывайте, опять же, уничтожать растительные остатки. Если растения атаковали слизни, то их придется убрать вручную или воспользоваться препаратом гроза. В ландшафтном дизайне лилейники могут играть самые разнообразные роли. Они декоративны на протяжении всего сезона, длительно цветут, совершенно неприхотливы. Они прекрасно сочетаются со множеством растений, могут использоваться в самых разнообразных композициях. Прекрасные растения для миксбордера. Высокорослые сорта могут выступать фоном для других растений. Выразительные среднерослые станут центром композиции. А миниатюрные прекрасно справятся с ролью бордюра. Сорта с насыщенной темной окраской мы сажаем не дальше середины цветника, так как посаженные на заднем плане они будут сокращать пространство. Композиция будет казаться плоской. На заднем плане лучше разместить светло окрашенные лилейники. В цветниках лилейники особенно хорошо сочетаются с георгинами, дербейником, вероникой, котовником, дельфиниумами, хостами, остильбами. Возле лавочки или беседки хорошо посадить ароматные сорта лилейника. Прекрасный вариант посадка низкорослых сортов лентой. Возле дорожки лилейники не располозаются и хорошо держат форму. Всегда декоративны. И, конечно, всегда уместны лилейники возле водоемов. Все сорта лилейника прекрасно чувствуют себя в горшечной и кадочной культуре. Главное, чтобы размер контейнера соответствовал корневой системе и размеру сорта во взрослом состоянии. Можно высаживать лилейники даже группами на фоне газона, деревьев и кустарников, живой изгороди. И здесь главное не прогадать с сочетанием цветов. Для темного фона используем яркие желтые сорта, для пестрого однотонные или насыщенные. И в конце лета многие сорта лилейника теряют декоративность, листья их увядают, желтеют. И при планировании композиции мы должны позаботиться об этом, то есть посадить рядом растения-компаньоны. Например, декоративные злаки, тысячелистники, вербейники. Таким образом, подводя итог, мы можем сказать, что лилейники любимая многими культура. И совершенно не зря. Во-первых, они абсолютно неприхотливы, зимостойки, устойчивы к заболеваниям. Растения смело можно отнести к группе «посадил и забыл». Во-вторых, это огромное разнообразие сортов, от маленьких, скромных, деревенских, до ярких, броских, очень аристократичных. В-третьих, это длительное обильное цветение. Один куст цветет 1-1,5 месяца, на одном растении располагается до 50 цветков. И подобрав сорта с разнообразными сроками цветения, вы обеспечите непрерывную декоративность на протяжении всего лета. Ну и использование лилейников в дизайне сада, не зная от границ, это и солитеры, и бордюры, и различные роли в миксбордере. Прекрасно они сочетаются со множеством растений, что позволяет создавать очень интересные и неповторимые сочетания. Поэтому, если вас заинтересовали эти растения, переходите на наш сайт garchenko.ru. В соответствующем каталоге представлен огромный ассортимент лилейников самых разнообразных форм, цветков и расцветок. Напомню, что сейчас вовсю принимаем заказы на лилейники на весну 2020 года. Поэтому, если вас интересуют какие-то интересные, особенно необычные сорта, заходите, не откладывайте до весны. Весной запасы наши серьезно истыщаются. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их, пожалуйста, в чате. Также вы можете отправить сообщение на нашу электронную почту заказ собакагарchenko.ru. Мы отвечаем и доступны во всех социальных сетях. Запись вебинара будет сохранена на YouTube-канале «Гаршенко. Цветы у дома». Там же в комментариях под записью вы можете задавать свои вопросы. Я благодарю вас за внимание от всей души. Встретимся через неделю. Всего вам самого доброго. До свидания.